всем привет рада видеть вас на своем канале всем известно что сейчас неделя больших распродаж и на лакбери скидки от 60 до 90 процентов на все помимо распродажи и низких цен в каждый заказ будет идти подарок за покупку именно лаков подарок это сорти маникюрных инструментов различные пилочки блестки втирки кисточки палитры то есть все то что просто необходимо мастеру маникюра для придания изюминки дизайну также будут идти втирки кисточки палитры стразы и прочие мелочи для дизайна а в больших заказах будут эти более крупные вещи за заказ на сумму 1000 рублей товаров подарок получите на сумму 200 рублей за заказ на сумму 2000 рублей товаров подарок вы получите на сумму 400 рублей И так дальше можно получить товаров в подарок на 1000 рублей за заказ от 5000 рублей. Важно, подарки дарятся только за покупку гель-лаков. То есть на 1000 рублей надо купить именно гель-лаков. Тогда подарок будет 200 рублей. Если в заказе лежит еще что-нибудь и сумма добегает тысячи, то подарок не положат. То есть нужно набрать 1000 рублей именно гель-лаками. И сейчас как раз, кстати, в день ликвидации большие скидки на гель-лаки. Магазин закрывается и это финальные скидки. Цена сейчас на сайте ниже оптовой. То есть вы можете купить продукцию практически по закупочной цене от производителя. Таких скидок не бывает нигде и никогда. А вот по ликвидации, да, возможно купить товар по таким низким ценам. Так что не упустите свой шанс. На большинство гель-лаков скидки очень хорошие. Вот, например, гель-лаки Харуяма. Были 230 рублей, стали 173. Космолак тоже очень хорошие скидки. И, кстати, вот этот вот номер у меня есть. Он очень красивый, однозначно рекомендую. Огромное количество гель-лаков разных торговых марок вы увидите на сайте. Можно выбирать свою любимую, можно пробовать что-то новенькое, что давно хотели попробовать. Но цена кусалась сейчас именно то время. Вы сами видите, какие были цены и какие стали. Ссылка на интернет-магазин Лакбри будет в описании под видео. Обязательно проходите, покупайте гель-лаки по приятным низким ценам. И плюс ко всему получайте подарки. Чем выше сумма вашего заказа, тем больше подарков вы получите. А я перехожу к работе. И, как вы поняли с начала видео, сегодня я буду делать покрытие на себе. И я буду делать дизайн на одном ногте, который напоминает мятую фольгу. Мне он очень понравился, поэтому решила поделиться с вами. У меня здесь была форма зауженный квадрат. Хочу сделать миндаль, поэтому пилочкой придаю форму. Опиливаю, убираю лишнее по бокам. От точек в росток к торцу делаю такую вот прямую закругленную линию. Также прохожу пилочкой снизу, поднимаю кончик. Итак, приступаю к дизайну. Можно взять абсолютно любой гель. У меня под рукой был камуфлирующий, поэтому взяла его. Наношу тонким слоем на ноготь. То есть у меня нет абсолютно никакого укрепления на ногте. Просто тонкий слой базы. Я наношу тонким слоем гель. Хорошенько везде прокрашиваю. Основную массу материала... Ну, слой тоненький, но все равно капелька небольшая есть. И вот эту капельку я оставляю посередине ногтя, а к кутикуле и к торцам просто прокрашиваю таким тонким слоем. Далее прикладываю пищевую пленку и делаю, как мы уже привыкли делать. Такие вот дизайны пленкой делаю складочки. Но не делаю их высокими. Обязательно вот так вот утаптываю с кожи на частью апельсиновой палочки, чтобы у меня не было высоты, но все-таки вот эти вот трещинки и прожилки образовались. Снимаю пленочку, слежу, чтобы нигде не было затеков на кожу и также проверяю высоту. Видите, высоту все очень маленько, то есть мне еще можно построить укрепляющий слой и ноготь не будет толстым. Единственное, я убираю вылезший гель с торца. Наношу топ. У меня топ от Масура без липкого слоя. Топ наношу тонким слоем. Мне не нужно, чтобы мои впадинки заполнились топом. Мне нужно, чтобы там просто топ лег тонким-тонким слоем, так как дальше я буду использовать втирку. Очень тонким слоем топ наношу на всю поверхность. Ну и теперь на просушенный топ без липкого слоя я наношу золотую втирку. Можно использовать абсолютно любую втирку. В этом случае сегодня я взяла именно золотую, но я уже делала дизайн на клиентке. Брала фиолетовую или там сиреневую, какой-то такой оценок тоже очень красиво смотрится. Хорошенько везде прокрашиваю втиркой. Обязательно слежу, чтобы во все ямки втирка зашла, легла там, чтобы нигде не было проплешин. Мягкой кисточкой убираю лишний пигмент. И теперь делаю укрепляющий слой прозрачным гелем. Теперь нужен именно прозрачный гель, так как камуфляж закроет всю мою красоту. Кстати, это укрепление можно делать и молочным цветом. Будет вот это вот модное сейчас покрытие, когда по центру молочный гель, а краям цвет. Только у нас будет не цвет, а вот такая вот втирка. Смотрите, какой крутой эффект получается. Я переворачиваю руку ногтем вниз. Конечно же, среди этого блеска и неровной поверхности трудно увидеть блик. Но главное, чтобы все ямки были заполнены. Тоненькой кисточкой прокрашиваю у кутикулы. По бокам провожу и отправляю ноготь в лампу. Убираю липкий слой. И пилочкой выравниваю сейчас торец, так как и камуфлирующий гель, когда я делаю подложку для дизайна, немного вылез. Ну и соответственно, поэтому вылезшему камуфлирующему гелю вылез и укрепляющий прозрачный слой геля. Поэтому сейчас выравниваю торец. Поверхность я не опиливаю. На среднем ногте у меня от точки в роста, смотрите, какая получилась неприятная ситуация. Это все произошло из-за того, что я нарастила ногти. Сделала себе покрытие, потом сняла это покрытие. И с вот такими вот тонкими ногтями ходила три дня. Естественно, ноготь сгибался и в точке в роста ноготь отошел от ногтевого ложа. И вот такая дырочка получилась. Так что нельзя ходить без укрепления. Но ничего страшного, сегодня я это дело исправлю. У Лаббри очень много слайдер-дизайнов. Это просто кладезь какое-то там невероятное количество на любую тематику. У меня с прошлого года остались вот такие вот осенние дизайны. Конечно же, сейчас если заказывать, то наверное рационально уже заказывать какие-то более зимние варианты слайдер-дизайнов. Но и осенние можно заказать, они не пропадают. Будут лежать у вас и год, и два, и десять лет. Вот как, например, у меня. Наношу тонким слоем базу на ноготь, где я планирую нанести слайдер-дизайн. Опять-таки, у меня здесь нет никакого укрепления. Просто наношу тонкий слой базы. Базу просушиваю ровно пять секунд. Прямо считаю. Один, два, три, четыре, пять. Вытаскиваю руку из лампы и прикладываю слайдер. На вот эту полупросухшую базу толстенькие слайдеры, вот эти вот 3D, такие вот хрустальные слайдеры, отлично ложатся и не топорщатся. Смотрите, как плотно лег слайдер на ноготок. Лишнюю кленку с кожи я убираю от слайдера и отправляю в лампу досушиваться базу. Теперь делаю укрепляющий слой молочным гелем, прям поверх слайдера. У меня вот этот вот слайдер будет как будто в дымке. Опять наношу тонкий слой базы, просушиваю пять секунд и выкладываю уже слайдеры, которые будут хорошо видны, которые не будут лежать под молочным гелем. И делаю уже до выравнивания ногтепрозрачным гелем. То есть вот этим молочным гелем я делала такой вот средний слой выравнивания, так как я знала, что я еще буду довыравнивать ноготь прозрачным гелем. Под прозрачным гелем слайдеры спрячутся, они там будут надежно спрятаны, никуда не денутся, не отпадут, все будет хорошо носиться. Захотела добавить паутинку с блестками. Здесь в прозрачной гель паутинки очень мелкий золотистый блесточек, он будет красиво переливаться. На остальных ногтях делаю укрепление гелем. И покрываю вот таким вот невероятно красивым оттенком от Масура. У вас сейчас есть возможность пополнить свою коллекцию классными, крутыми оттенками по приятным ценам. Не забывайте, у Лакбри сейчас большая ликвидация товаров. Перекрываю все ногти топом, это тот же топ без липкого слоя от Масура. И вот такой вот красивейший маникюрчик получился. Кажется, что на ногте указательного пальца будет большая толщина из-за такого дизайна, но нет, все обычно, все стандартно. Не знаю, как вам, но мне безумно нравится вот этот вот эффект мятой фольги на ногти. Смотрится очень круто, я не решилась снимать это покрытие, я хожу с ним до сих пор. Единственное, я убрала длину. Все обращают внимание на ноготок, действительно очень круто смотрится. Я надеюсь, вам моя идея интерпретации дизайна с пленкой тоже понравилась. Если это так, жду от вас лайк, жду в комментариях, что думаете по поводу таких дизайнов, нравятся они вам или нет. Не забывайте про то, что у Лакбри сейчас скидки до 90% в связи с ликвидацией. Хороший шанс пополнить запасы своих гель-лаков. Ну а у меня на сегодня все. Всего доброго, хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok